Добрый вечер, уважаемые слушатели! Давайте мы начнем. Время у нас как раз 6 часов. Я представлю, зовут меня Шуйков Сергей Юрьевич. Я сегодня проведу небольшой семинар, который посвящен вопросам создания веб-приложений с использованием паттерна MVC для различных платформ мобильных, то есть подгонку представлений в этом паттерне для различных клиентских устройств. Какие способы, какие технологии мы можем для этого использовать. Несколько слов о том, что я сегодня буду рассказывать. Во-первых, я расскажу про создание веб-приложений с использованием паттерна MVC. Что это за паттерн, если кто не знаком, и в чем его особенности, в отличие от классических веб-приложений. Соответственно, посмотрим, как такое веб-приложение создается в Visual Studio с использованием ASP.NET. Тем, кто с ASP.NET уже знаком, подобные вещи будут известны. Как с ASP.NET работали, MVC-шные приложения создавали. Напишите мне что-нибудь тут в чате. Да, создавали уже. Остальные как? Вот кто-то еще не знаком. Ну, соответственно, расскажу про этот паттерн. Ну, говорить мы будем подробнее про представление вьюшки в этом паттерне. Ну, собственно, что это такое, я тоже скажу. А если говорить еще точнее, мы будем рассматривать то, как можно в рамках MVC-шного приложения ту или иную вьюшку, то есть ту или иную представление, подогнать под клиентский браузер. Например, сделать реализацию представления под мобильное устройство, под настольное устройство и под вообще конкретное устройство, как это сделать стандартно. Так, ну, для начала, наверное, несколько слов о, собственно, паттерне MVC. Сам по себе паттерн MVC это не какая-то особенность ASP.NET и даже не особенность веб-приложений. Паттерн этот был создан для решения определенных проблем при разработке интерфейсных приложений, то есть приложений, непосредственно взаимодействующих с пользователем. Собственно, главная проблема при создании таких приложений это перемешивание в рамках одного кода или даже в рамках одного модуля непосредственно описание интерфейса, логики управления этим интерфейсом и какой-то доменной логики, ну, или бизнес-логики. Ну, поясню, что это такое. Описание самого интерфейса – это что конкретно будет появляться у пользователя на экране, то есть какие элементы управления внутри окна, какая информация на странице и так далее. Логика представления – это управление непосредственно этими элементами. Ну, например, если кликнули на эту иконку, значит, или, допустим, кликнули на этот чекбокс, у нас включился какой-то контрол. Кликнули на другой чекбокс, у нас включился другой контрол и так далее. То есть логика непосредственно связанная с тем, что пользователь видит на экране. Ну, и, наконец, логика предметной области, логика бизнес-логики, которая уже не привязана напрямую к тому, как эта информация показывается на экране, а обеспечивает решение задач нашей доменной области, то есть области, в которой мы, собственно, нашу систему программируем. Проблема в том, что классические, скажем так, решения для создания интерфейсных приложений подталкивают разработчика к тому, чтобы все это перемешать. Ну, например, если взять какую-нибудь там старую библиотеку, например, WinForm, создание оконных приложений, то там фактически у вас в рамках одного кода создается, собственно, визуальный интерфейс путем создания объектов, элементов управления. Там же и управление этими элементами управления через события. И там же обычно разработчик и пишет бизнес-логику, что, в общем, не очень правильно. Главный недостаток такого подхода в том, что у нас все эти три компонента перемешиваются в кучу. Чем это плохо? Тем, что, например, при изменении, например, интерфейса мы рискуем задеть нашу запрограммированную бизнес-логику и разрушить ее, чего бы не хотелось. Крайне затруднительно тестирование такого монолитного приложения, потому что фактически тестирование только вручную, и тестировать можно все эти три части совместно. Затруднен и рефакторинг такого приложения, приходится какую-то логику отдельно оттуда выдирать и выносить соответственно заново все тестируя. Вот паттерн MVC был создан, разработан для того, чтобы этих проблем избежать. Собственно, сам паттерн образуется по названию самого паттерна по трем буквам. Давайте я вот здесь напишу, чтобы было видно, как это расшифровывается. Соответственно, Model, View и Controller. Первые буквы образуют название этого паттерна MVC. Что это, что обозначает каждое из этих трех понятий? Модель это описание структур данных, с которыми мы можем работать. обычно модель не привязана ни к визуальному представлению, ни к способу хранения этих данных моделей в базе данных. В случае, например, C-Sharp, мы будем смотреть какие-то примеры на C-Sharp, модель это просто класс, в котором описан набор пропертей, то есть свойств, характеризующих нашу бизнес-логику. То есть, например, если нам в программе нужно хранить информацию о человеке, мы можем создать класс, в котором будут описаны парочка пропертей, например, имя, возраст. Давайте попробуем какую-нибудь подобную модель создать. просто класс. Называться он будет, например, Person. И здесь можем описать парочку пропертей публичных, например, имя и возраст. вот и вся модель. Обратите внимание, здесь сейчас нет особо никакой логики, то есть только структуры данных. В принципе, допускаются модели, содержащие определенную логику. Это в первую очередь может быть логика, что называется, крутящаяся вокруг самих данных. Например, логика валидации данных. То есть мы можем, например, на сеттере повесить какую-то логику, которая будет проверять корректность введенных данных. Это может быть и логика сохранения данных, например, в постоянном хранилище. Правда, в этом случае мы совмещаем нашу абстрактную модель с Data Access Layer, что в общем случае, конечно, не очень правильно, но в простых решениях, скажем так, с простой архитектурой, когда мы не пытаемся разделить приложение на множество уровней, это тоже подойдет. Модель можно рассматривать и как бизнес-объект, но тогда мы вправе сюда и бизнес-логику какую-то сложную закодировать в виде набора дополнительных методов. но главное назначение модели в этом паттерне с точки зрения нашей базы, это описание структур данных. Моделей, естественно, в программе может быть много, то есть, конечно, дело персоном тут не ограничится, моделей мы можем насоздавать достаточно много. Второе множество таких сущностей, которые мы в этом паттерне используем, это множество представлений. Представление описывает непосредственно то, что увидит конечный пользователь. В принципе, описано оно может быть на разных языках. В принципе, можно, конечно, как, например, в WinForm описать представление с помощью того же C-шарпного кода, который сгенерирует необходимые нам окна и элементы управления. Это, правда, далеко не самый удачный вариант, потому что мы описываем фактически визуальную картинку вместо декларативного языка используем императивный. Более удобно использовать как раз подходящий декларативный язык для описания того, что увидит пользователь. Что это может быть? В случае веб-приложения это очевидный HTML, Hypertext Markup Language, который, собственно, и описывает то, что пользователь увидит в браузере. Если речь идет о, допустим, настольных приложениях, то это может быть настольных или даже мобильных приложениях. это может быть вот такое язык Заммель. Он называется, расшифровывается как XML Application Markup Language. Фактически он является XML-ником, просто определенной схемы, с помощью которого описываются формы, окна и элементы управления внутри них. В частности, в .NET Заммель используется для создания WPF-ных приложений с использованием фреймворка Windows Presentation, для создания Silverlight приложений используется Заммель, для создания приложений с новым интерфейсом Windows Metro. Кто в восьмерке работал, приложения, которые в Metro интерфейсе, они могут описываться тоже с помощью этого самого Заммеля. Но нас в случае веб-приложения очевидно интересует HTML. В принципе, предполагается, что представление логики вообще никакой не содержит. Это вообще декларация описания того, что есть на экране. Но в реальности, конечно, какая-то логика, то есть какой-то код, допустим, в случае веб-приложения серверный код, все равно на представлении может быть. Зачем? Дело в том, что представление же отображает нам не пустые элементы управления. Представление должно отобразить нам данные, и скорее всего, это будут данные модели. то есть нам необходимо какие-то части нашего представления связать с данными модели. Вот эта связь вполне может присутствовать на представлении и реализовываться каким-то серверным кодом. В принципе, там может быть и код, который, например, циклом или по какому-то условию генерирует нам динамически нужные части нашего представления. Тоже возможно. Но в любом случае в этом коде, который есть в представлении, ни в коем разе не должно быть ни бизнес-логики, да и вообще особой логики там быть не должно. Чисто генерация того же HTML, который мы просто не хотим сейчас вручную написать. Обычно на представлениях используются хелперные классы. То есть представления все-таки стараются, даже если нужен какой-то серверный код, представления стараются ни в коем разе кодом не перегружать, а логику вынести если уж надо в хелперные классы и задействовать на представлении. Конкретно в ASP.NET есть несколько хелперных классов, например тот же HTML, статические методы которого помогают нам сгенерировать части нашего HTML. Ну и наконец самое интересное это контроллеры. Как раз контроллеры обеспечивают связь моделей и представлений. Обычно под каждую модель создается свой собственный контроллер. Хотя строго говоря это не обязательно. Можно... То есть в паттерне MVC контроллеры вообще говоря не обязаны быть однозначно привязаны к моделям. но часто под каждую модель создается свой собственный контроллер. Допустим мы сделали модель Person мы можем сделать контроллер. Person контроллер содержит набор методов ну точнее как их называют в этом случае в этом паттерне экшена в действии. Технически контроллер это если брать ASP.NET это класс реализующий интерфейс iController ну или унаследованный от базового класса контроллер который этот интерфейс реализует и содержащий набор публичных методов которые и являются экшенами этого контроллера. Собственно главная задача контроллера это связать модели и представления именно к экшенам контроллеров обращается пользователь в MVC веб приложении когда набирает запрос но вы наверняка знаете что веб значит приложения работают по клиент серверной схеме то есть клиент посылает запрос сервер его обрабатывает и выдает ответ. Вот идея MVC уже веб приложения заключается в том что в запросе так или иначе либо непосредственно в самом URL либо в командах протокола HTTP кодируется имя контроллера и имя экшена который в этом контроллере необходимо выполнить мы можем посмотреть в примере созданном с помощью дефолтного шаблона так вот это нам совершенно не нужно созданного с помощью дефолтного шаблона MVC в студии в файле GlobalAzax в методе ApplicationStart в методе ApplicationStart у нас с вами есть функция которая регистрирует шаблоны URL по которым собственно будет осуществляться разбор вот обратите внимание вот на такой шаблон в фигурных скобках у нас идут подстановочные символы контроллер ActionId это означает что при обращении пользователя к нашему веб-приложению например вот по такому адресу я здесь в комментариях напишу допустим тильда это корень нашего веб-приложения например там Home SlashIndex мы просим вызвать у контроллера Home метод Index соответственно таких контроллеров ActionIndex таких контроллеров и таких экшенов можно сделать столько сколько нам нужно обратите внимание в этом запросе нет никакого указания ни на модели ни на представление все это решает ActionController то есть ActionController получив как входные данные параметры запроса определяет какое именно представление ему нужно выдать он может выдавать разные представления хотя обычно он выдает одно представление которое он заполняет данными модели то есть обычно основное действие Action это найти подходящую модель возможно загрузить ее из базы выполнить какие-то действия с этой моделью и подсунуть эту модель как параметр представлению а представление уже используя данные этой модели заполнит себя и на выходе получится чистый HTML который будет отправлен пользователю пользователь соответственно сделает выполнить какие-то действия на этой странице и снова у нас придет запрос на сервер возможно уже к другому экшену контроллер то что я рассказал это общая схема мы сейчас в целом в MVC сильно углубляться не будем нас интересует разработка представлений вьюши для разных типов устройств ну во первых сразу покажу для тех кто с MVC плохо знаком как создается проект типа MVC я тут уже один создал но давайте с нуля покажу в студии здесь у нас 12 студия стоит но в принципе аналогичная можно поступить и в других версиях студии начиная с 10 создаем новый проект и вот здесь в группе шаблонов веб есть шаблоны для MVC приложений вообще сейчас существует несколько версий MVC а вот в новой студии есть уже еще более новой MVC здесь у нас 12 студия соответственно 4 MVC давайте я создам здесь новый сейчас какой-нибудь MVC тест в этом же solution например при создании MVC приложения мы можем указать собственно шаблон набор каких страниц туда и контроллеров будет автоматически добавлен и движок вот до второй вернее до третьей версии MVC движок там был только один а SPX это движок который используется для рендеринга как раз в юшек там использовался тот же самый движок который использовался и используется для вебформ это не очень удобно потому что вообще вебформовский движок он заточен на тяжелую инфраструктуру этих самых вебформ одна из задач которая ставилась при разработке шаблона MVC в SP это сделать MVC приложения более легковесными по сравнению с вебформовскими дабы избавиться от вот этих тяжелых серверных элементов управления серверных контролов избавиться от тяжелого жизненного цикла страницы которые есть на сервере и так далее значит вот начиная с третьей версии MVC у нас появился новый движок Razer более быстрый и самое главное более компактный давайте мы его используем сейчас он нам создаст собственно это MVC приложение и мы быстренько посмотрим на его структуру значит что мы здесь видим обратите внимание здесь нет готовых страниц ну давайте может быть на это посмотрим то же самое в принципе во первых здесь нет никаких готовых ISPX страниц несмотря на это мы можем обращаться по определенным адресам которые будут трактоваться в соответствии с набором рутингов которые создаются при запуске нашего приложения как вы может быть знаете в ISP.NET при запуске приложения вызывается метод application start global azax вот внутри этого метода одно из действий которые выполняются это как раз регистрация рутингов которые отвечают за организацию шаблона описание шаблона разбора url который будет приходить от пользователя и соответственно получение из него контроллера имени контроллера и экшен причем какие-то части могут быть опущены обратите внимание есть заданные дефолтные значения и для контроллера и для экшена то есть в принципе например если экшен будет опущен то будет использован экшен индекс также нам в этом шаблоне автоматически была создана парочка контроллеров моделей и экшенов а также представление все они по умолчанию разбросаны по одноименным папкам вот обратите внимание в этом проекте у нас три папочки контроллерс моделс и views модели можно посмотреть в данном случае поскольку у нас здесь есть еще контроллер аккаунт который обеспечивает аутентификацию пользователя поэтому здесь описано несколько моделей для этой самой аутентификации как мы видим логики особой здесь нету только структуры данных которые я вам и сказал самое интересное это конечно экшены ну давайте возьмем простые экшены для начала экшены располагаются в контроллерах сами контроллеры технически представляют из себя классы которые во-первых унаследованы от базового класса контроллер точнее они должны реализовывать интерфейс iController ну этот базовый класс его реализует и иметь в качестве имени класса вот такой суффикс контроллер ну а экшены это просто публичные методы например action index ну а возвращать эти экшены должны какой-то action result типа возвращаемых значений могут быть разные это собственно само представление может быть частичное представление partial view это может быть какой-то джейсоновский джейсоновском формате какие-то данные и так далее нас сейчас интересуют обычные представления которые возвращаются с помощью хелперной функции view если у этой хелперной функции не указан параметр то используется представление имя которого совпадает с именем этого экшена то есть если например вот здесь у нас action index то на самом деле этот экшен вернет нам представление которое будет называться индекс можно в принципе указать другое представление по имени тогда экшен вернет другое представление где размещаются сами представления в папочке views вот они причем обратите внимание для каждого экшена для каждого контроллера создается собственная папочка вот у нас контроллер home папка home контроллер account папка account а там любые представления для экшенов этого контроллера кроме того есть папочка shed это на случай если несколько экшенов разных контроллеров хотят использовать одно и то же представление их можно разместить в папочке shed так ну вот примерно так это и работает давайте попробуем это дело запустить пока посмотрим а вот после того как она у нас начнет работать в значит обычном представлении мы посмотрим как это можно кастомизировать для разных значит устройств вот обратите внимание на адресную строчку у нас здесь сейчас ничего не написано это значит что имя экшена и контроллер будет подставлено дефолтной то есть фактически у нас вызывался контроллер home action index в принципе можно это явно здесь написать он нам выдаст то же самое представление сразу скажу что представление может быть собрано из двух частей или более частей обычно это layout то есть общая разметка нашего страницы и в нее вставляется вот этими командами render section render body информация из конкретного представления вот например в представлении индекс нашего контроллера home есть основная часть которая будет вставлена в layout команды render body и есть некая секция которую мы в принципе можем назвать как угодно которая будет вставлена в то место где у нас стоит команда render section layout назначается в самом представлении либо в самом представлении либо в коде который выполняется для всех представлений здесь есть файлик подчеркивание view start который используется для всех представлений соответственно вот данном случае простейшим у нас для всех представлений назначается вот такой layout то есть вот такая вот разметка в место render section и render body вставляется соответственно значение секции feature и собственно основного тела нашего представления ну вы уже наверное обратили внимание что серверный код внутри представления здесь вводится с помощью вот такой директивы собачка ее обрабатывает движок razor и выполняет этот код на сервере в остальном это обычный html ну а теперь поговорим о собственно о пангонке нашей страницы для разных видов устройств значит вот раньше лет 15 может быть 10 назад проблемы этой не было потому что основными клиентами сайтов были браузеры запущенные на настольных компьютерах и разрешение то есть количество ширина высота в пикселях там были примерно одинаковые в принципе можно было создать страничку нормально отображающихся на тех или иных на этих настольных компьютеров ну вот где-то начиная с середины 2000-х годов начался собственно разброд и шатание и количество типов клиентов резко увеличилось ну а где-то с 2006 года когда появились там айфоны а потом и андроиды у нас с вами количество пользователей интернета с мобильных устройств стало расти в геометрической прогрессии в данный момент их даже больше чем пользователи с настольных компьютеров в чем проблема проблема в том что экраны мобильных устройств они отличаются и по размерам и по разрешению по плотности точек надеем от настольных компьютеров причем даже если брать современные допустим планшеты где разрешение экрана в принципе не хуже может быть даже чем у настольных компьютеров размеры этих экранов все равно меньше вот и соответственно такой параметр как dpi dot per inch то есть количество точек на дюйм тоже отличается и страница спроектированная под одно разрешение или под один dpi она может быть на маленьких экранах просто плохо отображаться кроме того мы с вами знаем что разные браузеры могут немножко по-разному поддерживать те или иные схемы html но к сожалению несмотря на наличие стандартов и несмотря на принятие новых стандартов в браузерах все равно остаются какие-то особенности которые значит заставляют разработчиков так или иначе пытаться создать разные варианты под разные браузеры чтобы страница могла для разных клиентов оставаться функциональной какие у нас есть возможности при разработке веб-приложений вообще и аспнет mvc в частности вот такой подгонки страниц под разные браузеры ну во первых для того чтобы нам это протестировать как нам допустим на компьютере разработчика который очевидно является настольным сымитировать разные браузеры первый вариант можно использовать эмуляторы эмуляторы в принципе например эмулятор винфона седьмого или восьмого есть эмулятор отдельно для оперы можно сайта оперы скачать если он там еще конечно остался давайте откроем вот такой эмулятор мобильной оперы и так далее но есть еще один вариант современные браузеры в частности интернет экспорер начиная с десятой версии содержат очень полезные утилиты называемые девелопер туз давайте я здесь их открою они открываются обычно клавишей F12 вообще это утилиты девелопер туз предназначены специально для веб разработчика которые позволяют например отключить какой-то функционал на странице посмотреть дерево элементов и так далее в частности они позволяют нам мимикрировать наш браузер под другие версии этого браузера или даже под мобильные устройства но мимикрирование это осуществляется с помощью передачи правильной строчки useragent вы знаете что в протоколе http есть такой заголовок ну кто не знает расскажу есть такой заголовок useragent в котором браузер передает информацию о себе к сожалению правда формат этой строчки useragent он не стандартизирован но на основе вхождения каких-то там подстрок в этот useragent можно попытаться угадать что это за браузер и в какой он операционной системе используется это конечно не самый лучший способ определения браузера но на сервере у вас по большому счету ничего и нету если на клиенте вы можете воспользоваться еще функциями javascript для того чтобы проверить работает тот или иной функционал в браузере то на сервере собственно кроме строчки useragent вы ничего получить не можете ну вот в частности девелопера тулбара в интернет эксплорере позволяет нам useragent переключать начиная повторюсь с десятой версии давайте проверим десятая у нас тут версия стоит вот здесь можно открыть сам девелопер тулбар по f12 через tools useragent strings и их можно поменять ну в частности можно поменять на предыдущей версии интернет эксплора но можно мимикрировать и под другие браузеры например под хром под фаерфокс можно мимикрировать под мобильные устройства вот и можно в принципе добавить кастомные строчки то есть пишите имя и например строчку useragent другого браузера ну вот я здесь добавил для имитации айфона чтобы нам было что попробовать и соответственно аналогично можно их и переключить например если я выставлю сейчас здесь интернет эксплорер под мобайл windows 8 нажму 10 в 5 где нибудь давайте наш сайт попробуем вот здесь открыть значит еще раз под winfone 8 ну сейчас пока здесь ничего не изменилось то есть мы наш сайт не кастомизировали очевидно но на самом деле строчка useragent которая передавалась она идет именно от winfone браузера это можно увидеть вот здесь на закладочке network в принципе все запросы здесь видны допустим на этот запрос get кликнем давайте посмотрим useragent вот обратите внимание видите ms и e10 но здесь указание на операционную систему winfone хотя у нас тут явно не winfone у нас тут вообще дата центр да сервер так сейчас вернемся обратно закрываем вот он то есть в принципе вот таким образом с помощью developer toolbar мы можем мимикрировать под нужный нам браузер ну и посмотреть что же у нас получится с точки зрения кастомизации итак как же нам проводить эту самую кастомизацию на сервере ну во-первых есть средства которые вообще не привязаны к серверным фреймворкам это средства самого html первые такие средства были уже в четвертом html которому в обед 100 лет ну точнее 10 это директива медиа в пятом html директива медиа была расширена с помощью медиазапросов медиакюри значит как это делается то есть мы наш с вами html оставляем как есть то есть мы его никак не меняем чисто в виде разметки но мы с вами помним что кроме html на странице используется css правило css которые изначально предназначены для задания свойств элементов но среди множества свойств элементов css есть и свойства которые позволяют например управлять видимостью элемента позволяют управлять местоположением элемента и так далее то есть в принципе мы можем написать правила которые например скроют какие-то части страницы или разместят их в другом месте но нам ведь нужно их не просто написать нам необходимо сделать так чтобы они срабатывали для определенных типов браузера вот здесь нам как раз пригодится директива медиа ее можно использовать двояко первый вариант использования непосредственно среди правил css вот в таком виде собачка медиа а дальше мы указываем название типа устройства для которого правила вложенные в эти фигурные скобочки будут использованы вы наверняка знаете значит этот подход в принципе он работал в четвертом html и список типов устройств которые можно было указывать он был невелик вот здесь некоторые варианты представлены ну например можно было указать тип устройства принт для вывода страницы на печать или еще один вариант handheld для наладонных компьютеров или новый вариант появился соответственно таблет для планшетов соответственно правила которые были написаны вот здесь внизу вернее внутри фигурных скобочек применялись только для этих типов устройств ну например мы могли какой-нибудь элемент давайте посмотрим какие у нас тут есть элементы например элемент фичет взять и просто скрыть например при выводе на планшет для элемента фичерт выставить display none соответственно при выводе на планшет или вообще на носимое устройство handheld вот так этот элемент вообще появляться не будет вот эта возможность в пятом html была расширена то есть кроме написания типов устройств можно указывать еще и вернее накладывать ограничения на параметры этого устройства вот в данном случае это здесь использовано ну вот обратите внимание следующая директива медиа только для устройства типа screen в данном случае под это подпадает любое устройство которое на экране что-то отображает а дальше логическим оператором end мы накладываем ограничения на максимальную ширину этого самого устройства вот параметров которые здесь можно в медиакюре указывать их на самом деле достаточно много давайте некоторые из них тоже посмотрим вот их весьма много например можно наложить ограничения на область просмотра это height and width можно наложить ограничения на размеры физического окна можно наложить ограничения на ориентацию вот это очень полезная вещь если вы например хотите чтобы ваша страница автоматически меняла свою разметку при изменении значит при повороте например пользователям планшета то есть мы можем написать несколько директив медиа вот в таком виде например media only screen and orientation вот этот вот у нас параметр двоеточие и здесь например landscape значит вот правила которые в этой директиве будут использованы они сработают только при альбомной ориентации соответственно пользовательского браузера если я захочу использовать какие-то правила для портретной ориентации то это будет выглядеть вот так портрет пишется можно посмотреть здесь в подсказке вот он портрейт буквку я здесь ошибся одно вот так соответственно эти правила будут использованы для портретной ориентации какие еще параметры aspect ratio то есть соотношение ширины и высоты тоже можно использовать для определения ориентации вот еще несколько примеров aspect ratio это соответственно соотношение ширины и высоты для окна браузера а девайс aspect ratio для всего экрана в некоторых случаях вам может понадобиться завязать ваше правило например на количество цветов или на монохромность устройства которое отображает данные сейчас как вы знаете клиентами веб-сайтов могут являться и электронные книги у них тоже есть выход интернета и там тоже есть браузеры вот с помощью параметра монохром можно проверить является ли устройство черно-белым или нет также важный параметр это dpi вот это свойство resolution оно возвращает вам плотность пикселей на дюйм дело в том что опять же современные планшеты могут иметь достаточно большой достаточно большое расширение не уступающие настольным компьютерам но при этом размер экранов меньше и dpi там соответственно больше при таком большом dpi имеет смысл что-то нам на странице изменить ну вот давайте посмотрим пример использования этого медиа обратите внимание правила которое срабатывает для браузера с шириной менее 850 пикселей то есть если у нас ширина окна браузера станет меньше вот этого размера у нас вот эти правила начнут работать пока оно больше оно не работает ну можно посмотреть давайте запустим что будет происходить с нашим окном браузера по мере того как мы будем сокращать размер вот обратите внимание на заголовок да там где у нас написаны ссылки нашего меню и так далее пока шириной все нормально он располагается горизонтально но при переходе через определенную точку а точку мы эту знаем это 850 пикселей когда ширина стала меньше у нас мы видим размещение наших элементов изменилось заработали заработали вот эти самые правила размещенные внутри запроса медиа так в принципе вот эти медиа кьюри можно использовать не только в спнете и не только в мвс а даже в обычных html страницах построенных и там на php на java серву летах и прочее 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 то есть это возможности чисто пятого html что у нас есть конкретно в мвс в спнете мвс для этого иногда бывает недостаточно изменить верстку страницы с помощью css то есть обратите внимание мы с помощью css конечно можем убрать какие-то элементы страницы вот но это уборка элементов будет происходить на клиенте в браузере не на сервере то есть сервер все равно эту информацию полную пересылает клиенту просто клиент какую-то часть информации например не показывает или показывает в другом виде если мы хотим для клиента подготовить собственный вариант страницы то нам во-первых нужно распознать кто к нам пришел используя заголовок user agent и соответственно ему подсунуть разные вьюшки это конечно можно делать вручную у нас в принципе в экшенах контроллеров давайте мы какой-нибудь экшен контроллера откроем значит в экшенах контроллерах ну давайте лучше вот этот доступен запрос собственно объект запроса сейчас мы его здесь попробуем request вот и из него можно вытащить информацию например о браузере вот он и соответственно узнать что это за браузер можно вытащить непосредственно через заголовки запроса строчку user agent и вручную ее как-то парсить легче если речь идет о MVC вот этим объектом воспользоваться HTTP browser capabilities который нам там возвращает что это за браузер что он поддерживает и так далее это первый вариант и в зависимости от свойств которые допустим возвращает нам этот объект информацию возвращать ту или иную вьюшку но это конечно не очень удобно потому что это нас заставляет во всех экшенах писать какие-то условия которые анализируют вот этот самый объект второй вариант специально для мобильных устройств можно сделать мобильную версию представления значит в MVC уже встроено определение того является ли браузер мобильным устройством или нет и мы можем для вьюшки сделать альтернативную вьюшку для этого мобильного устройства но например то есть нам не нужно для этого никоим образом трогать экшен контроллера мы просто делаем еще один вариант вьюшки который имеет дополнительное расширение мобайл например вот у нас есть экшен индекс хоум контроллера он нам возвращает вот такой вот индекс вот такое представление в заголовке которого будет написано что это там главная страница давайте сделаем кастомную версию этой страницы для мобильных устройств для этого достаточно эту страницу скопировать и назвать ее следующим образом сейчас я ее переименую вот таким образом индекс точка мобайл точка цс html вот это слово мобайл оно зафиксировано то есть оно захардкожено где-то там во внутренностях значит мвс дальше мы можем это представление менять произвольным образом то есть я могу здесь всю разметку как угодно поменять ну например убрать какие-то лишние части но в данном случае я поменяю только заголовок то есть напишу что это наша страница версии мобайл мобайл эдишн вот но повторюсь поменять здесь можно все что угодно да то есть всю разметку давайте посмотрим как теперь это будет выглядеть в нашем браузере для начала откроем в нашем браузере о что тут у нас упало давайте наверное билл сделаем сейчас посмотрим там ли мы это вообще поменяли вроде бы там вот он значит открылся успешно обратите внимание здесь никаких указаний на мобайл эдишн нету то есть сейчас он открылся в десктопном варианте давайте я переключу строчку юзер-эджента в браузере и нажму f5 то есть скажу что это например браузер из-под винфона 8 вот так переключили и нажмем f5 так ну что у нас тут будет что-нибудь меняться о поменялось обратите внимание мобайл эдишн то есть на самом деле нам сейчас сервер вернул совершенно другое представление причем обратите внимание серверный код я имею ввиду серверный код контроллера нам менять не нужно вообще то есть контроллер вроде бы указывает что он возвращает представление индекс на самом деле он вернул представление индекс мобайл вот оно вот они два представления в зависимости от строчки юзер-эджента соответственно вернул либо то либо другое но этот вариант значит он завязан на определение того является ли это устройство мобильным или нет опять же кодом самого MVC в некоторых случаях вам может понадобиться создать собственный вариант представления для конкретного клиента для конкретного дисктопного клиента или для конкретного мобильного клиента это тоже можно сделать но немножко посложнее что мы должны сделать ну во-первых мы должны определить как мы будем идентифицировать тип нашего клиента идентифицировать его естественно можно по строчке юзер-эджента и для этого мы должны при старте нашего приложения написать некую функцию которая будет определять относится ли клиент от которого пришел запрос к нужному нам виду давайте посмотрим как это делается делается это интересным образом мы берем вот такой класс из пространства имен систем веб веб пейджес подключаем этот namespace в global azax берем инстанс этого класса но это у нас синглтон у него есть коллекция modes режимы отображения вот в эту самую коллекцию мы можем добавить наборы режимов отображения которые будут включаться в зависимости от разных условий вот обратите внимание методом insert мы в коллекцию modes добавляем новые режимы отображения default display mode параметром конструктора является имя этого режима отображения вообще-то мы его придумываем сами я тут могу написать хоть abc но это имя важно запомнить именно оно будет являться дополнительным расширением для вьюшки который мы будем указывать для того чтобы этот режим мог включаться в зависимости от каких-то условий например в зависимости от юзер аджента мы этому объекту указываем в property context condition ссылку на метод который собственно должен возвращать булевское значение истину если запрос от устройства подходит под этот режим и ложь если это не так причем в этом методе который передается как параметр нам доступен контекст который является http контекстом для простоты можно использовать лямбда выражение но кто не знает скажу что лямбда выражение вот эта вот часть представляет из себя на самом деле просто анонимный метод то что написано в этой части является входным параметром этого метода ну а вот эта часть это результат выполнения обратите внимание то что я выделил является логическим выражением то есть выдает нам булевское значение подходит нам под этот display mode данный запрос или нет в данном случае мы берем наш контекст и извлекаем из него строчку user agent а вот этот метод get overridden overridden user agent выдаст нам фактически строчку из заголовка user agent который прислал нам клиент дальше мы просто методом индексов находим какую-то подстроку например iphone я хочу идентифицировать что это iphone там в user agent этого заголовка присутствует слово iphone заголовка user agent от этого значит iphone я проверяю есть такая подстрока или нет но можно методом контейнс проверить можно методом индексов проверить неважно главное что если эта подстрока в user agent есть вот эта подстрока то я верну истину в данном случае у меня получилось так что у меня совпадают название display mode и эта подстрока но это совершенно не обязательно то есть я могу здесь написать например apple вот так то есть display mode для apple а здесь у меня идентификация по подстроке iphone в user agent обратите внимание сделать это нужно перед запуском нашего приложения ну точнее при запуске поэтому в global azaxe при application старте сделали первое действие а второе действие которое нужно сделать мы можем в наших вьюшках сделать еще одну копию вьюшки у которой будет дополнительное расширение это строчка вот этого display mode ну раз я выбрал display mode apple то соответственно вот здесь я сделаю еще одну вьюшку индекс давайте я ее переименую имя которой будет выглядеть вот так index.apple.cs.html то есть у меня уже три варианта этого индекса дефолтный индекс индекс для мобильных устройств и индекс специально для устройств apple ну вот для устройств apple давайте мы здесь напишем что это apple edition вот таким образом сделали ну теперь давайте пробовать давайте еще раз проверим все ли мы правильно сделали то есть два действия значит первое в global azax вот у нас global azax зарегистрировали новый display mode вот он там указали свойства context edition ищем по айфону и display mode включаем apple ну и соответственно для контроллера home сделали еще один вариант action еще один вариант представления индекс вот он с этим самым типом apple edition давайте смотреть как это будет работать запустим снова в нашем браузере и попробуем сейчас переключить строчку user agent посмотрим как она будет работать так тут у нас опять надо сделать наверное рестартовать сервер что-то ему там не понравилось но он решил под конец умереть да так давайте посмотрим что у нас тут на сервере это происходит сейчас делаем rebuild полный на всякий случай rebuild вроде бы никаких ошибок нету но давайте еще раз запустим а вот заработает вот заработал у нас да сейчас у нас стоит user agent дефолтный поэтому для настольного компьютера теперь давайте переключим на iphone то есть у нас в user agent будет слово iphone переключили и нажмем здесь f5 вот обратите внимание apple edition то есть сервер получив строчку user agent определил что это устройство apple и включил режим дисплей дефолт apple соответственно в случае наличия варианта представления для apple устройств для дисплей мод apple он нам его выдает кстати если его не будет то есть если мы сейчас удалим с вами индекс apple то ничего страшного он использует дефолтный то есть это очень удобно позволяет нам сделать представление общее для всех и конкретизировать это представление сделать кастомный вариант для разных устройств для мобильных вообще и для конкретных устройств в зависимости от того значит какие к нам пришли запросы вот такие у нас с вами есть возможности итак резюмируя что можно сказать во первых это средства самого html то есть директива медиа и медиа кьюри во вторых это встроенные в mvc возможности определения мобильного браузера и добавления мобильного варианта представления просто с дополнительным расширением мобайл и третье это возможность создать свой собственный дисплей мод основываясь например на строчке user agent и соответственно для этого дисплей мод сделать собственный вариант представления так ну вот что я вам сегодня хотел рассказать как раз мы аккуратненько в час уложились значит вопросы есть какие-нибудь значит несколько вопросов появилось значит по поводу планшетов смотря какие планшеты да и какие там браузеры обычно по умолчанию значит действительно планшеты подпадают под режим мобайл вот но в современных браузерах работающих на планшетах это можно выключить поскольку там разжирение в принципе уже десктопное что называется там обычно есть настройка типа передавать user agent полноценный в этом случае браузер планшета будет трактоваться как настольный это зависит от настроек этого браузера значит по поводу работы движка razor значит razor появился в mvc начиная с третьей версии mvc третьей версии появился в аспнете там в каком у нас четвертом по-моему если мне память не изменяет вот ну а аспнет он вообще-то работает ну если брать четвертый значит как минимум начиная с седьмой версии аэс под шестой честно говоря не пробовал но с седьмой версии аэс он успешно работает вот то есть собственно движок razor как таковой к версии аэс вообще не привязан он просто работает в определенной версии аспнета а версии аспнета работают допустим если четвертый аспнета это четвертый фреймворк да к примеру вот четвертый фреймворк у нас обычно ставится там windows сервер начиная с там с восьмой версии и в принципе там аэс уже седьмой версии работает вот но здесь прямой привязки razor к версии аэса нету да как происходит определение того что использовать в юшку мобайл а это значит у нас внутри мвс да на основе того же юз то есть в принципе в любом случае определение правильной вьюшки идет на основе юзер аджента просто для популярных мобильных браузеров берется часть их строки юзер аджента и она захардкожена там во внутренностях мвс вот и все ну вот можно это кстати посмотреть да если вопрос такой возник допустим давайте мы сейчас запустим еще раз наш интернет эксплорер значит переключим его в вариант винфон включим отслеживание запросов вот обратите внимание на строчку юзереджент которая поехала на сервер вот он юзереджент видите здесь стоит винфон да больше тут что тут у нас еще а ну вот еще написано и емобайл если мы с вами откроем там какую-нибудь мобайл версию оперы там тоже будет написано в юзереджент что это опера мобайл то есть на основе наличия этих такой подстроки собственно мвс определяет что это мобильный браузер и все больше по большому счету сервер никак определить ничего не может дополнительно до свидания мобильный мобильный Продолжение следует...